Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы опять вернемся к Яндекс.Метрике и поговорим о том, как в Яндекс.Метрике устанавливать цели и отслеживать конверсии. Ссылка на все скринкасты по этому инструменту в описании к этому видео. Установка целей в Яндекс.Метрике производится, как ни странно, в настройках. Выбираете цели и нажимаете добавить цель. Алгоритм создания цели предельно прост. Вы выбираете, что именно будете отслеживать. Тут вам предлагается 4 возможных категории, при этом реально рабочими являются 2. Вот, например, количество просмотров. Очень странная цель. Тем более, что Яндекс.Метрика и так отслеживает глубину просмотра. И все-таки конверсия это то, что приносит какой-то ощутимый результат. Чаще всего измеряемый в рублях, ну или долларах. А количество просмотренных страниц, ну какая-то конверсия. А вот посещение страниц как раз наоборот очень даже конверсия. Потому что что такое конверсия? Заказ товара, оформление подписки или перевод пожертвования. Во всех случаях этому предшествует заполнение формы и при удачном завершении транзакции посетители перекидывают в окно с благодарностью за заказ, пожертвование или оформление подписки. У меня на сайте таких форм нет, поэтому покажу на примере сайта Теплицы. Вот тут нам предлагают подписаться на еженедельную рассылку от Теплицы. Мы заполняем все поля и нажимаем подписаться. Подписка еще не оформлена, нужно зайти в почтовый ящик и подтвердить свой имейл. И вот уже после этого мы попадаем на страницу с благодарностью, у которой есть адрес. В данном случае это динамический адрес, в нем содержится информация о конкретном подписчике. Но начал адреса у всех подписчиков одинаковое. Его мы возьмем, выбрав в качестве условия, что URL начинается с... Кстати, в большинстве случаев страница Thanks имеет постоянный адрес, не динамический. И мы бы выбирали, в таком случае URL совпадает и вставляли бы адрес целиком. Но в данном случае мы выбираем URL начинается с... И вставляем неизменную часть URL. Что мы имеем в таком случае? Мы имеем информацию, что человек именно подписался. Не то, что он просто зашел на страницу подписки, даже не то, что он заполнил все поля формы, а именно подписался, то есть подтвердил свой имейл. Следующая категория это JavaScript события. Это тоже не очень рабочая форма, потому что по идее она срабатывает, когда срабатывает JavaScript, добавленный на сайт. Например, нажатие на кнопку при заполнении формы. То есть вам нужно найти на сайте кнопку button и добавить к ней вот такое выражение. Где вот эти иксы нужно заменить на номер вашего счетчика. Его можно взять вот здесь. А target name нужно заменить на идентификатор цели, который вы задаете сами. Ну то есть в данном случае на клик. Почему это не очень рабочий инструмент? Потому что, во-первых, не так-то просто найти в коде сайта input type. Вот у меня тут есть форма, есть button, но где он запрятан в коде сайта определить не так-то просто. Хотя если у вас есть sysadmin, он конечно найдет. Но если знание у вас ограничено, это очень непросто. И во-вторых, нажатие каких бы то ни было кнопок еще не подтверждает транзакцию. Человек может неправильно заполнить поля, не довести оформление до конца и так далее. То есть страница thanks куда более проверенный способ. И последнее это составная цель. Тут вы добавляете какое-то количество шагов к тому, чтобы цель считалась достигнутой. Ну, например, переход на страницу формы, отправка формы, подтверждение оплаты. Причем тут можно выбирать как срабатывание URL, так и события JavaScript. А впоследствии вы будете иметь статистику по тому, сколько людей прошли все шаги и на каком шаге они спотыкались. Сохраняем цели и просто переходим на любой отчет по сайту. И здесь можно выбрать нашу цель и получить по ней отчет. В данном случае они не работают, потому что одна цель с чужого сайта, другая на несуществующей кнопке. Последнее, о чем нужно сказать, это о ретаргетинге. Цели либо показывают конверсию, либо участвуют в работе Яндекс Директ, то есть участвуют в рекламной кампании. Здесь они вынесены в отдельную категорию ретаргетинг. И включить ретаргетинговую цель можно здесь. Но работу с Яндекс Директ мы в этом видео рассматривать не будем. Это все-таки отдельная тема. Вот. Я думаю, что четырех скринкастов, которые я сделал по Яндекс Метрике достаточно, чтобы уверенно себя чувствовать, работая с этим инструментом. Если нет, пишите в комментариях, что еще бы вы хотели узнать о Яндекс Метрике. Все любите друг друга, улучшайте работу сайта в нужных направлениях. Подписывайтесь на наш канал и пишите, о чем еще бы вы хотели узнать у теплицы социальных технологий. Ну, это какая-то пищевая. Да. Так, пожалуйста. Продолжение следует...